Друзья, всем привет! Сегодня у нас не совсем обычное видео, самоделки делать не будем, но будем о них говорить. Так вот, начну с предыстории. Многие в комментариях пишут, что, мол, самоделками никто не пользуется, проще купить и так далее. Но я хочу вам показать пару интересных самоделок, на которые я наткнулся случайно у товарища в гараже. На вопрос, как к нему пришли эти идеи, он ответил просто, что наткнулся случайно на ютубе, решил повторить и теперь постоянно пользуется этими самоделками и достаточно долгое время. Хотя изначально он хотел покупать такие вещи в заводском изготовлении. Так что, друзья, давайте переместимся товарищу в гараж и посмотрим, что же у него там за такие самоделки. А начнем вот с такой самоделки, сделанной, по сути, из металлолома. Конструкция примитивна и очень надежна. Так что могу посоветовать такой пресс к самостоятельному изготовлению. Далее вкратце покажем его со всех сторон и в работе. А потом пробегусь по основным узлам и деталям, из которых он состоит. Озвучивал прямо на месте, так что звук будет отличаться, так как записывал встроенным микрофоном камеры и без подготовки. Надеюсь, вас это не испугает. Приятного просмотра! Задача выдавить вот эту штуку. Задача выдавить вот эту штуку. Металл 4, да уголок из металл 4. Металл 5, 0-0-0-0-0-0-0-0. так значит вот эта держалка прям как рама это какой 40 40 уголок наверно 40 уголок сваренный можно швеллер использовать ну 35 35 уголок два уголка сварена это какой 45 уже уголок здесь 45 уголок так просверлен здесь здесь скручен сначала а потом еще обвалим так здесь тоже сварено все тут такие штуки приваренным гайки натяжение регулируется здесь дверные ушей диноза замочные домкрат обычный гидравлический сделан приемник это чтобы не вылетал здесь тоже самое что и на той стороне площадка из профиля 45 наверно 45 на 2 40 на 20 на так вот сварена площадка снизу точно такая же площадка регулируется по высоте основание на уголках домкрат снимается труба просто кусочек трубы можно любой домкрат ставить высота 85 ну где-то сорок восемь с половиной можно 50 брать 45 друзья как вы могли удостовериться пресс хорошо работает и делается из простых вещей по сути самое дорогое в нем это гидравлический домкрат который как мне сказали был взят на металлоломе и восстановлен так что можно приобрести хороший пресс в мастерскую или гараж потратив всего несколько сотен рублей на расходы материала металл и пару дней свободного времени давайте перейдем к следующей самоделке это будет самодельный сверлильный станок его конструкция состоит из платформы которая сделана из уголков к ней приваренные два амортизатора также конструкции платформа приварен натяжитель тросика который называется талареп далее куску профильной трубы приварены обоймы в которой запрессованы подшипники а в подшипнике установлен вал через который обернут несколько витков трос также в этой профильной трубе просверлены три отверстия к двум из которых приварены ответные части амортизаторов это сделано для плавного и безлюфтового хода стойки а третье отверстие а в третье отверстие продет тросик далее верхней части также установлена профильная труба который также просверлены три отверстия в два из которых вставлены и прикрученные амортизаторы а в третье также продет и зафиксирован тросик имеется и четвертое отверстие для фиксации ключа патрона дрели сама дрель взята старая советская прикручена к стойке к с помощью хомута от глушителя хомут приварен к стойке но таким образом чтобы дужку хомута можно было открутить и снять дрель все это жестко зафиксировано отрегулирована перпендикулярно и ни капли не болтается сейчас покажем его в работе здесь приварен к амортизм припрощенный береж советский ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, вот таких пару самоделок я увидел знакомого в гараже. И это еще не все. У него есть и другие полезные и интересные самоделки, о которых я с удовольствием сниму отдельное видео, если вам понравится такая тематика. Назовем ее, например, по мастерским самодельщиков. Или давайте придумаем название вместе с вами. Предлагайте свои варианты в комментариях под этим видео. Также, если вам понравилась такая тема, то ставьте лайки. Так я как раз таки буду понимать, понравилась вам эта тема или нет. Стоит ли продолжать или не стоит. Ну а тех, кто не подписан на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик. Так вы не будете пропускать новые полезные видео. На канале много интересных и полезных самоделок, обзоров и прочего. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока.